Несмотря на то, что квартирники обычно ассоциируются со взрослой аудиторией, 2 февраля в Слободском впервые прошел детский квартирник. Юные таланты вятки. Талантов набралось много, пришлось даже разделить творческий вечер на два отделения. Почему квартирники должны быть обязательно взрослые? Столько талантливых детей, именно поэтому мы назвали, что юные таланты вятки. Ведь талантов очень много, на самом деле, и юных много. От классической и народной музыки до блюза и рока. Музыкальные пристрастия юных артистов очень разнообразны. Выступали не только слобожане, но и юные музыканты из Кирова, воспитанники учителя фото-пиано Татьяны Мандрик. Чем приехали, что будете дарить слободскому зрителю? Во-первых, радостные эмоции, вдохновение. Я буду сегодня гать Макс, чтобы все удивились. Танечка плачет, который разогарит, мяточку мячик. Саня, до свиданья, до свиданья, ты раздарь, а еще раз до свиданья, ваши добрые глаза. Почему выбрали народную музыку? Мне она понравилась очень, и я стала ей заниматься. А тебе? Мне тоже она очень понравилась. Интересная, много всего увлекательного. Я узнала много чего, раньше не знала. Понравится вам здесь? Очень. Здесь уютно, дружелюбно. Для взрослых, которые были детьми, для детей, которым предстоит стать взрослыми, приятным завершением детского квартирника стало второе отделение. Премьера мюзикла «Новое приключение Элли в изумрудном городе». Мюзиклы я пишу давно, и в основном детские. Сам себе ставил задачу такую всегда, чтобы детский мюзикл был интересен и взрослым тоже. Вперед, мой друг! Ой, а получится ли? У королевы столько верных слуг! Не трею страшила! История, в котором миром правят доброта и любовь. В мюзикле «Леший влюблен в Кикимору», «Кощей в Бабу-Ягу», а «Красная шапочка в Волка». Некоторые роли играли взрослые, а детские достались воспитанникам театра «Песни Олега» и Елены Шутовой. Гимназистка Ксения Большакова в мюзикле сыграла сразу две роли – «Королеву» и «Лису». Роли понравились. Ну, так сложно, так много зрителей. И так, чуть-чуть страшненько. В театре «Песни» занимаются не только школьники, но и студент Слободского технологического техникума Артем Кириллов. Юноша любит разную музыку, но тяжелый рок – его стихия. Раньше уже играл злодеев, потому в мюзикле стал Кащеем Неформаум. Роль подбирали не под меня, а именно как раз-таки меня подбирали под роль. Жизнительные предпочтения меня и Кащея совпали. Организаторы заверяют, детские квартирники в Слободском будут продолжены. Уже ищут юные таланты, которые выступят на деревянных подмостках в следующий раз.